Рыбка не золотая, но не менее ценная. Волга встречает новых обитателей. Стерлить, которую сегодня выпускают в реку, относится к семейству осетровых, занесена в Красную книгу. В Волге она водилась всегда, но сейчас ее популяцию, говорят эксперты, необходимо пополнять. И вот теперь в реке поселились 300 новых жителей. Стерлить называют рыбой домоседы. Это уже взрослые мальки и адаптированные к жизни. Обитать они будут в радиусе километра, далеко не уплывут. Наша телекомпания тоже решила внести вклад и выпустить в Волгу эту рыбку. Экологическая акция «Живая Волга» – инициатива активистов Общероссийского народного фронта. Особи стерлиди предоставили представители бизнеса. У каждой рыбки своеобразный паспорт или сертификат. Прежде чем отпустить в дальнее плавание, ей можно было дать прозвище и все это задокументировать. Сегодня ловить стерлить нельзя по закону, но если ее количество увеличится, запрет может быть снят. Мы пытаемся заселить нашу реку таким образом, что, может быть, наши дети, ну или внуки, надеемся, что дети, чтобы они уже имели возможность, чтобы мы вывели стерлить из Красной книги, чтобы имели возможность спокойно ее ловить и радоваться жизни именно на берегу Великой реки. Возраст новоселов примерно два месяца, их вес от 50 до 200 граммов. Уже через пять лет эти рыбки принесут потомство. По словам экспертов, в Волге новым обитателям будет комфортно, зиму перенесут спокойно. Самые сильные особи смогут прожить десятки лет и вырасти больше метра. Когда у нас производится отлов на плавучем рыбозаводе, попадаются особи размерами до 12-15 килограмм. Это максимальный вес, который ловился. Этим особям где-то по 25-27 лет. Акцию «Живая Волга» активист ОНФ планирует проводить регулярно. Следующая партия новых жителей поселится в реке через год. Алина Чемерис, Василий Колдашов, События.